Золотая рыбка Здравствуйте, Ангел! Вы знаете, миллион отсмотрел бесед с вами телевизионных, и почти в каждой, естественно, вспоминают песню Владимира Семеновича Высоцкого, посвященную вам. Она была в Париже. И вы рассказываете, как вы были. А почему-то никто не спрашивает насчет Марселя Марсо. Там же она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Что он вам говорил? Ничего он мне не говорил, во-первых. То есть это выдумки? Это выдумки Володина, потому что я даже не встречалась с Марсель Марсо. Просто в то время он был очень популярен, Марсель Марсо, как мим, очень известный. А у Володи видел фотографии, которые я показывала с кинофестиваля. Там, правда, они были не из Кам, эти фотографии, а из Карла Хвар. Потому что сначала в начале мая были Кам, который попал в 1962 году, а потом сразу Карл и Вары. Следующий фестиваль в конце мая. И там был французский такой актер Бернар Блиер. И Бернар Блиер, у нас фотография есть такая. Значит, он со мной стоит, вот эти бокалы ческие большие, с вином. Мы чокаемся, и он мне что-то на ухо шепчет. И вот, Володя, Бернар Блиер как-то не очень ложился на рифму, вероятно. А он Марсель Марсо тем более мим, что там мим может говорить. Он мог бы показать, наверное. Нет, ну в этом-то как раз и была, что он что-то говорил. Ну вот, в общем, он так решил. Так Канны или Париж все-таки? В Париже-то вы... Ну, вообще-то в Каннах... Я сначала была в Каннах, а потом поехала в Париж. Мы просто через Париж ехали. Мы прилетели в Орли, в аэропорт, а потом нас везли в Канны уже на машинах. На приеме как раз произошла вот эта ситуация, когда меня пригласил американец, какой-то журналист, станцевать твист. А ты даже не актер был, а ты журналист какой-то? Это был журналист американец, который ко мне до этого еще приставал, до нашей премьеры. Он ко мне ходил за мной по круазет и говорил все время, станцуйте твист на столе в русских панталонах. Однако! А я никак не могла понять, почему. Я потом вспомнил. Помните, была такая история? 50 какой-то год, 56-й, наверное. Ну, вы не можете это помнить, молодой человек. Но эта история была известная очень, даже чуть ли не политический конфликт возник в этой ситуации, с этой ситуацией. Приехал кто-то, то ли Евмонтан, то ли Жираф Филипп, вот я не помню точно кто из актеров, приехал в Советский Союз, в Москву. А тогда, к сожалению, у нас время было тяжелое, белья женского не было, красивого, это не сейчас, когда можно купить любое. А тогда не было ничего хорошего, ни без галтеров, ни нижнего белья. И потом холода были немножко холоднее, чем в нынешние холода, морозы зимние. И женщины носили, если кто помнит, но я не носила, моя мама такие носила. Такие были трусы, длинные до колена, на резиночке с начесом. И цвет был такой голубоватый, такой немножко цвет нехороший, такой грязновато-голубоватый, грязновато-розовый. Вот это была, женщины носили такое белье. И этот очень удивился французский актер, вот не помню, кто, и Монтан, по-моему. И он это все сфотографировал. А он накупил это белье и привез в Париж. А как он его увидел? Ну, наверное, ходили по магазинам, они, не знаю, у тебя был Симон и Синьори, наверное, они пошли посмотреть, что же продается, какое женское белье продается в наш магазин. Магазины-то существовали. И он увидел вот эти шароварчики, и он накупил эти шароварчики, эти трусы женские, привез в Париж и устроил выставку. И написал, какое белье носят советские женщины. Вот это действительно был конфликт такой очень серьезный. И вот после... Видно, этот американец... Рассчитывал посмотреть на панталоны. Да, на русские панталоны. Правда, назвал не трусы, не штаны, а панталоны. Я говорю, у меня нет, во-первых, я на тряс не танцую. Скажешь, что вы без трусов. Тряс не танцую, во-первых, на столе тем более. И панталонов у меня таких тоже нет. И все-таки он ко мне потом подскочил на приеме, на нашем банкете. И вытащил меня танцевать, но я бы, может быть, не пошла, потому что мы же воспитаны комсомолка все-таки, студентка, институт комитетографии. Нас целую инструкцию давали перед тем, как ехать за границу. Вызывали в комитет комсомола. И говорили, вот нужно то-то, 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 никуда не выходить, только с делегацией. Одной никуда не выходить из номера, не ходить, не гулять, ничего. То есть это целая инструкция была. Это было достаточно обидно, в общем, потому что приезжаешь во Францию, приехать и не пойти никуда. Ну, смешно. Даже как так? Что-то сидеть в номере, что ли? Только какие-то вместе с делегацией. А делегация была у нас колоссальная. Там был, во главе был Сергей Пынатьевич Герасимов, а потом в составе делегации был Чухрай, Райзман, Кулиджанов, Ростоцкий, Владимир Александрович Познер. Познер, вот отец Владимира Владимировича Познера. А он в каком качестве? Он же кино разве имел отношение? А вы знаете, он же был одно время генеральным директором московских кинофестивалей. С 60-го года, с 57-го, по-моему, и по 60-какой-то год. И сюда, это были самые лучшие кинофестивали. Это самые лучшие были, потому что он же был директором Голден Майер в свое время, Владимир Александрович. Он написал книгу шикарную про советское кино, вообще очень интересная книга. Ее потом запрещали, потом издали снова. Я, в общем, поражаюсь, почему Владимир Владимирович сам никогда про папу не рассказывает, потому что очень интересная была личность. Я его обожала просто. У меня были с ним очень хорошие отношения. Он ко мне в большой симпатии относился. И когда приезжали у нас все, там было и Монтана, и Симона, и Софи Лорен, и Джонна Лабриджида, и Жанна Мороя. Ну, в общем, кого только не было. Там все приезжали, ну, все актеры, потому что он их всех знал. И по его личному приглашению они приезжали на наш кинофестиваль московский. Вот. И вот это такая была делегация мощная. И, конечно, а мы были две девчонки, которые первый раз попали за границу. Они-то уже поездили. Самое смешное, что вся делегация была в одинаковых костюмах. Это тоже забавно, потому что у нас был такой хороший портной, Затирка его фамилия была, как сейчас помню, Затирка, который шил всем, кто выезжал за границу. Он прекрасный портной был. И он шил костюмы. Да, шел все время цвета моренго. Такие темно-серые костюмы с блестящими немножко. И почему-то у всех были одинаковые костюмы. И вот такая у нас была делегация шикарная. Они-то все время ездили, и нас иногда не брали с собой обидно. Там они приезжали на встречу с Антониони, Там был на фестиваль Антониони с Моникой Витти. Они ехали сами на встречу, а нас не брали почему-то. Почему они решили, что мы как бы ничего не понимаем в этом, что непонятно почему. И мы оставались в номере, приходилось, но я уходила. Инна как-то сидела, вторалась в номере, она все звонила. Гене Шпалик, у них как раз тогда только такая любовь была, и она ему все время звонила по телефону и рассказывала, Гена, я сейчас познакомилась с Бриджет Бардо, а Бриджет Бардо вообще не было на этом кинофестивале. Она просто так решила, так похвастаться. А я выходила, я все-таки так выходила, ну как так, вот Карлтон, такая шикарная отель такой, там такие звезды, и никого не увидишь, что ли. Я все-таки выходила там хотя бы вниз, чтобы хоть посмотреть, что там происходит. Это было рискованно, то есть если бы застукали? Ну, нам за это нельзя, нельзя было просто, запрещенно было, я не знаю почему. Ведь сперва там надо было поехать в соцстрану, а только потом в капстрану. Ну да, в соцстрану, да. Но у нас получилось так, что я попала сразу в капстрану. А, то есть это вообще первый был выезд? Да, это вообще была первая поездка была, и сразу камня. Вы когда про костюмы рассказывали, я помню, что в этой скандальной публикации в Париматч, где ваш фото, там было написано, что советская студентка в платье достойной, достойной Мерлина Монро, так что не знаю, кто вам это платье шли. Это платье мне подарила Надежда Петровна Леже. Это вот, да, художница, которая была женой художника французского Леже, а сама она вообще из Рязани или из Ростова, я не помню, из какого города она, она вообще ученица Малевича, и она очень мечтала попасть во Францию, потому что Гейнерал очень художник Леже, и она решила поставить перед собой, голодующей художницей, она поставила перед собой цель, что она выйдет за него замуж. И она таки этого добилась. Она эмигрировала где-то в 20-х годах, по-моему, во Францию, в Париж. Сначала у нее там было маленькое ателье, она высшивала такие батистовые платочки, и уголочки там гладью вышивались, такие цветочки. Вот на этом она сначала сделала свой небольшой бизнес, познакомилась с художником с французским, она сама была художницей, познакомилась с французским художником, с которого вышла замуж. А он дружил с Леже, он познакомился с Фернандом Леже, и она все-таки добилась того, что он на ней женился. Вот так она... Когда мы приехали в Канны, это был 62-й год, Леже уже его не было, он ушел из жизни, и она уже... Она вернулась, по-моему, к этому художнику, который был первым ее мужем. И она такая женщина была очень... Она любила русских, естественно, потому что она сама-то русская, и она нас оберегала, и как бы... давала нам машины, там все такое. Потом, когда она увидела, что у Инны гулай... У меня-то еще были кое-какие платья, потому что я работала... Я же все-таки из Эстонии приехала, из города Таллина, и я была манекенщицей. Сейчас модели, говорят, тогда у нас назвали манекенщицами. И у меня была связь с домом модели. Они мне прислали два красивых платья. Просто в подарок или для поездки? В подарок просто прислали, очень вечерние два красивых платья. И она так посмотрела, сказала, а у Инны ничего не было в гулая. Какой-то сит свое платьице, там, ну, такие скромненькие вещи. И она говорит, ну, как так вот у Ларисы вон какие-то есть туалеты, а у Инны еще нет. А здесь от премьера фильма надо же выходить по красной дорожке идти. И она говорит, надо ей купить платье. А муж ей говорит, ну, если будешь покупать хенни, значит, должна купить и Ларисе. Она говорит, а у Ларисы есть. И я так расстроилась, думаю, лучше бы у меня их не было. Она бы мне купила платье. А он сказал, нет, если будешь покупать хенни, то я тогда там что-то, он сказал, поставил какой-то ультиматум перед ней. И она мне купила вот это вот, Инген, Инген, она купила такое красивое, красное, по-моему, было красное платье такое, видно красное. Почему красный цвет? Ну, красивый цвет, красный. А мне вот этот голубой, перванш цвет, голубой цвет, такой кружева, настоящий, на атласе, на таком. Очень такой маленький, скромный, блоходенький тогда платье, с такой, ну, как маленькое черное платье, так маленькое голубое было платье. И вот оно действительно красивое было. Куда я его делала, жалко, что я его не сохранила. К сожалению. А последний раз когда были в Париже? Последний раз я была в Париже... Ваше среде принято говорить крайний раз, но я... Ну, крайний, последний. Я как-то тоже последний раз. Я была не так... Нет, ну, давно, года 4, наверное, назад. Или 5. Ну, то есть был какой-то мой... 70... А уже побольше, время быстро летит, значит, уже лет 6. Потому что было 75 лет, у меня был юбилей, делали документальный фильм. И они меня повезли в Париж. На один день, на два дня мы ездили. Причем они так устроили все, что когда с аэропорта в Орле машину, посадили машину, когда я села в машину, тут же вдруг он включил приемник. И куда мне до нее она была? В Париже. И Высоцкий пел песню. И вот это был мой последний раз. Я больше... После этого я больше не была. Хотя ему было раз в 6, наверное, в Париже после 62-го года. Знаете, вот за последний год жизнь так изменилась, что говорят, что может быть теперь... А нет, я была позже еще. Позже. Я поехала... Я как-то... Мне надоелось... После этого юбилея я в следующие годы не справляла день рождения. Я прекратила справлять день рождения свой. И я думала, поеду, когда у меня было то ли 77, то ли 78, не помню точно какой. 77, может быть, наверное. И я думаю, я не буду собирать гостей. Обычно я всегда собираю гостей. Я думаю, поеду-ка я одна в Париж и встречу свой день рождения. И я полетела в Париж. Действительно, я жила в маленьком отельчике на Лафаэт. Маленький такой отельчик, маленький номерочек такой страшный. Но дешевле у меня денег больших не было. И я пошла на Лафаэт, на бульвар или там проспект, что ли. Какой-то нашла ресторанчик небольшой. Приехала сама, пришла туда. Я села, одна я была. Я села, заказала себе бутылку вина, луковый суп, что-то еще. И вот так я встретила свой день рождения. А луковый суп любите? Или потому что в Париже, потому что это французская? Ну, я люблю Париж. Мне нравится Париж. Поэтому я туда поехала. Решила, что там нужно. Вот хотел себе такой праздник устроить. Вот так устроила. Когда про луковый суп сказали... А луковый суп, да. Сразу у меня целая цепочка какая-то продуктовая из вашей биографии выстроилась. Во-первых, это мясная котлета, которая была первой вашей наградой за выступление. Сколько лет вам было? Это было в 44-м году. Мне было уже 4 года. Потому что нас эвакуировали в конце блокады. Уже был прорыв блокады. Нас почему-то эвакуировали. Еще возили из Ленинграда детей и женщин. И мы попали в Ленинск-Кузнецк. И вот там вот как раз мама устроилась на маленький мясокомбинат. И они устраивали детский праздник, елку. Ваш первый гонорар. А потом я помню историю про мандариновые корки, которые вы подбирали на улице. Ну, это я уже когда в Таллине. Это я еще уже в Таллине. Это послевоенное время. Это в 46-м году в начале. В начале 46-го мы были в конце 45-го. Мы поехали. Нам негде было жить в Ленинграде. Потому что наш кваркер была занята, когда мы вернулись после эвакуации. И нам негде было жить. Нас сначала пригрела к себе там наша дальняя родственница. А потом дядя, брат моего дедушки, маминого отца, он эстонец. Он коммунист такой, старый большевик. И он восстанавливал советскую власть в Эстонии с 40-го года. Вот туда направили. И он нас вызвал к себе, и мы жили у него. И поэтому, когда мы там достаточно, мама после войны, ну, тяжелое время было. В Таллине тоже был разбитый город. Очень мамка работала на каком-то... Сначала мясскомбинате, тоже потом на кондитерской фабрике. И нас не было. У меня не было там мандарин. И так мне нравилось, когда Новый год. И там хозяйка, ну, жена этого дяди, она вешала там на елке мандарины. Но как-то мне снять-то нельзя было. И не помню. Я почему-то я помню. Мне так хотелось мандарины. Я помню, я шла как-то по... Даже помню сейчас улицу эту сакола, где наша потом школа была, которая заканчивала. И я увидела, на снегу валялись корочки мандариновые. Ну, как раз Новый год, под Новый год все это было. И я их так тихонечко подобрала и съела. И был такой запах вообще от них. И вот я так вот помню. Там говорят, что сам самая витамина именно в корочке. Вот видите, оказывается, я вот знала, что самая витамина. Вот это я помню, да. С тех пор я очень люблю мандарины, кстати. А люди, которые не пустили вас в вашу квартиру ленинградскую, кто это? А мы не знаем даже. И вы потом не выяснили. Вы знаете, мы с мамой остались вдвоем. Мама у меня совершенно не умела бороться за себя, за свои права. Она такая была очень женщина скромная какая-то. Не умела она бороться. Но мы пришли, когда подъехали в эту квартиру, это Нарвский проспект. Я даже знаю, где этот дом на втором этаже. Мы поднялись, а нам открыли чужие люди, сказали, что мы здесь живем, и все. И закрыли перед нами дверь. И ничего, потом сгорели, был пожар, и сгорели документы. И восстановить, надо было их восстанавливать. Мама должна была этим заниматься. Мама не стала. Вы говорите, мама не умела бороться. А вы умеете бороться за себя? Да нет, я тоже как-то. А я в маму пошла, я тоже особо бороться не могу. А у вас не возникало желание, когда вы стали суперзвездой, вообще любимицей страны, приехать в эту квартиру и посмотреть в глаза эти люди? Да нет, вы знаете, нет. У меня как-то... Я не помню ее, во-первых. Мне было 2,5-3 года. В этой квартире умерла ваша сестра от голода. Умерла, где папа умер, да, бабушка там. Ну, я не... Я там была, я была во дворе. Мы снимали у нас документальный фильм. Вот, кстати, с Парижем связано. Мы снимали и с Питером, с Ленинградом. И они как раз меня туда привезли. И мы там снимали во дворе, где вот оскол, как бы предположительно, где убила бабушку. И окна показали, но мы туда не заходили. И мне даже желания не было, честно говоря. Не возвращайтесь в старые места, как говорил Шпалик Евгена. Вы знаете, меня очень удивил один эпизод из вашей биографии, как раз мы про войну. И по ассоциации, конечно, вспоминаем Сталина. Сейчас очень отношение меняется к этой фигуре. Я знаю, что у вас был эпизод, когда Говорухин с Высоцким спасли вашу жизнь. Что на вас, как на антисталинистку, набросился в Грузии ножом кто-то. Ну, это такая была история. Я не знаю, может быть... Нет, это было в горах. Мы снимали, когда вертикаль. Просто там были ребята, грузины-альпинисты были. И местные жители. Нас пригласили они к себе в гости. И там шашлык какой-то. Что-то они еще охотники, что-то убили кого-то там. И сделали такое устроили. Ну, в нашу съемочную группу. Ну, я понимаю. Володя, Рита Кошлева, Евгена Варапаевна. Вот все наши актеры. И мы сядили за столом, выпивали, естественно. Там было вино очень хорошее. Но Володя не пил. Вот могу сказать, что Высоцкий не пил вообще ни грамма. Когда он снимался в вертикали, он ни грамма не пил вообще. Он тогда два года был, по-моему, в завязке. В такой самый настоящий. Много работал. Вот. И я смотрю, висит на стуле, а здесь висит портрет Сталина. Поскольку мы уже воспитывались, так сказать, у нас было как бы негативное отношение к Виссарионовичу. Поскольку уже прочитали все и ГУЛАГ, и все что угодно, да. И в кругу первого. Ну, в общем, поэтому, конечно, определенные отношения. И я говорю, а что это у вас висит этот палач? Говорю, что он вам сделал хорошего? И как я такого не ожидала реакции. У них... Они меня называли сестренкой. Сестренкой ко мне очень хорошо относились. И вдруг у них глаза просто изменились. Такое что-то сверкнуло в глаза. И он, схватив нож, он кинулся на меня. Ах, ты такая усекая вообще, с артеками словами, кинулся на меня. И хорошо, что Высоцкий и Станислав Сергеевич, они кинулись его, схватили его. И вырвали у него этот нож. И, собственно, нам пришлось разойтись, конечно. Уже дальше мы продолжать. У нас праздника не было никакого. И после этого они со мной вообще не общались. Эти ребята. Уже сестричка для них не была, честно говоря. Но если вспомнить блокаду. Вы в блокаду потеряли родных. Старшую сестру, бабушку, отца. Несколько лет назад Ксения Анатольевна Собчак затеял вопрос на тему. Неразумно ли было сдать Ленинград? Не держать блокаду, что тогда бы не были вот эти жертвы. Как Вы считаете? Я думаю, что люди бы сами ленинградцы бы никогда не пошли на то, чтобы сдать Ленинград. То есть они готовы были. Народ бы не сдал бы его никогда. Вы знаете, потому что уж так любили Ленинград. Ленинград это какая-то своеобразная религия своя. Это люди, которые живут в Ленинграде. Это немножко другая каста людская. Они по-другому относятся к этому городу. К его памяти, к его архитектуре. Ко всему. К невеку. Это что-то для них. Это религия. И они не могли бы его лишиться. Тогда бы просто умерли люди. И мне кажется, что здесь правильно сделали, что его не сдавали. Что пускай была блокада. Но все выдержали. И, кстати, блокада, как ни странно. Вот я смотрела фильм «Блокадный дневник». Я его не приняла, этот фильм. Потому что в этой картине, если бы так было, как происходило в картине, хотя под ником Берггольц он сделан, то ленинградцы бы сдали бы этот Ленинград. Они бы не выжили. Потому что там только люди ходят очень разобщенные. Там мертвый город совершенно показан. Трупы кругом. Зомби. И все одинокие очень. А ленинградцы такие не были. Они в блокаду, наоборот, пытались объединиться. Они помогали друг другу. Они ходили в театр. Они ходили в кино. Театры работали. И театры работали. И кино работало. Все было. И ходили же. И в бомбубежище, когда собирались, тоже там их сплачивало это все. Понимаете? Если бы у них не было вот этого вот тяготения друг к другу и сохранить, я не знаю, тепло друг к другу, то, наверное, бы Ленинград не выжил. Если бы так было, как Берггольц показано в картине «Блокадный дневник». Это мое личное мнение. Не знаю, потому что картина получила много премий. Я ничего не буду говорить по этому поводу. Может быть, я неправильно что-то понимаю. Но меня эта картина очень... Огорчила. Огорчила. Да. А были в вашей фильмографии ленты, которые вас огорчили? Вот вы снялись в кино, посмотрели и сказали себе, лучше бы... Ну, я не знаю даже так. Я не могу сказать, чтобы особо огорчила. Нет. Я просто забываю эти картины, если я даже не помню, которые у меня картины. У меня просто не было таких очень... С другой стороны, что у меня не было высокой планки такой, кинопланки, чтобы можно было сказать, что вот это вот вообще удивительное кино, это гениальный фильм, который покорил всех, и зрителей, и, не знаю, весь мир. Вы у гениальных режиссеров снимались? Я снималась с хороших режиссеров, но эта картина была хорошего качества. Они были крепкие, они были сделаны хорошо. Но они, как говорится, не летят журавли, понимаете? Ну да. И не баллада солдатей. Вот в чем дело. «На семья ветра» хорошая картина. И она сейчас смотрится очень даже лучше, чем, может быть, в то время, когда она вышла. Но, к сожалению, она не достигла того уровня, той планки, которую достигли все картины, вот снятые там Тарковским, предположим, как даже Озеровым, там «Освобождение», как вот «Летят журавли» пришло Русевским, Калатозовым, понимаете? Вот таких картин мне не хватало в жизни. И так и нету их, и не получила я такого подарка. Может, будут еще? Да уже не будет, Женя, ну а чего говорить? Почему? Да ладно, бросьте ерунду говорить. Какой же ты? Никогда не говори никогда. Да никогда не говори никогда. Французская, кстати, присказка. Я понимаю, что никогда не говори никогда. И вообще жизнь – это дар, который тебе подавил Господь Бог в дне рождения, понимаете? Так что хотя бы к этому благодарить за то, что ты живешь. Вы звание народной артистки Советского Союза получили в 89-м году. При этом я посмотрел, что в вашей фильмографии с 86-го по 89-го не было ни одной ленты. Почему так? Вы отказывались? Вы вообще часто отказывались от предложений сниматься? Нет, не очень. Я практически снималась. Не знаю почему. Я что-то не помню, что у меня там было. Может, и не было. Я не помню сейчас. Я как-то фильмографию особенно так не слежу за ней. Не смотрю. Здесь как-то вот книгу так вышла. Книжка моя, там фильмография издательства мне написали. Я так смотрю, какие-то картины я даже не знаю. Почти сто. Я их не могу понять, снималась я в них или не снималась. Но, видно, в эпизодах, может, или в небольших ролях, я их просто не запоминаю. Я только такие основные картины помню, которые я люблю на семи ветрах. Там «Жизнь на грешной земле», «Любовь Сиротима», «Исполнение желаний». Вот такие вот. Так начиналась легенда. Вот эти вот такие вот картины. Вертикаль, естественно. Ну, вот остальных у меня как-то... Ну, вот я говорю, все равно то, что бы хотелось. Как я так иногда смотришь, вот иногда бывает так горько и обидно, что вот думаешь, у вас актрисы, которые в жизни они прожили совсем не зря, потому что у них такие работы есть. Когда смотришь, ты можешь просто вот позавидовать даже. Но позавидовать. Я не говорю, что я там в какой-то завидую. Вы в одной из передач перечисляли этих актрис. Мы их не будем называть имена. Я просто в ответ на это скажу, что зато вы такая красивая. Так что мы можем... Да приятные эти женщины, ну какая красивая, черт. Такая. Вы знаете, у нас традиция, мы заканчиваем передачу тем, что гость озвучивает пожелания золотой рыбки дяди Володи. Какое будет у Ларисы Лужиной желание? Я не знаю даже, честно говоря. Конечно, я, может быть, тоже бы хотела, чтобы прекратила все связанное с ковидом, но я очень хочу, чтобы у меня была бы очень хорошая работа. Вот и я присоединяюсь к этому желанию. Это как раз то, о чем мы говорили. Вот вы сказали, что вы так же, как и мама, не борец. Надо бороться. Я желаю, чтобы у вас были еще роли. Спасибо. И вы бы завидовали, и другие завидовали бы этим ролям. Большое вам спасибо за разговор. Спасибо.